здравствуйте уважаемые друзья сегодня хочу ответить на вопрос какие условия жизни здесь для пенсионеров для людей пожилого возраста могу сказать что здесь созданы все условия для того чтобы пенсионеры люди люди преклонного возраста могли совершенно спокойно и насыщенно самое главное жить отпущенные годы здесь делается все для того чтобы люди преклонного возраста до конца жизни вели активный образ жизни для них регулярно организуются выезды куда-нибудь для них регулярно организуются участие в спортивных мероприятиях для них регулярно устраиваются вечеры досуга все это делать за счет как бы государства за счет муниципалитета то есть люди до конца своей жизни чувствуют заботу себе со стороны государства если ты пенсионер это инвалид если ты очень преклонного возраста то для тебя всегда завизированы все места ну в принципе такая же петрушка у нас как у дома на родине здесь не принято уступать место в общественном транспорте но когда речь идет о лицах пожилого возраста то все независимо там от возраста от пола встают выступают местом всяких разговоров для меня это был ну не сказать что шок как бы но меня это поразило в том плане что еще раз повторю что здесь не принято уступать место общественном транспорте кто первый пришел тот и сел но вот что касается пожилых людей здесь всегда им вступает место а плюс пенсионеры получают стипендию по стипендию пенсия от государства по бедности она оставляет по моему там 600 долларов минимальная если там как-то какие то есть и дополнительные мотивы что эту пенсию могут увеличить еще по моему долларов на 500 на 600 то есть даже если ты не накопил денежку на на пенсию по каким-то причинам то все равно ты будешь получать сумму какую-то от государства и с голоду не умрешь что еще по поводу пенсионеров можно сказать что большинство пенсионеров все-таки накапливают деньги в рабочие в тот период когда они могут работать как я уже говорил в одном из видео многие пенсионеры предпочитают уезжать на полгода жить во флориду или в калифорнию они покупают там дома еще работая и собственно они приезжают здесь сюда в канаду обратно только для того чтобы получить бесплатную медицину и для того чтобы не потерять свой статус резидентом следующий момент что может по поводу жизни пенсионеров здесь что как я уже сказал здесь очень много кружков по досугам где собираются именно люди определенного возраста здесь есть дома где живут только лице преклонного возраста то есть это не дома престарелых а просто вот как-то так обыкновенные жилые дома или даже бывают такие маленькие квартальчики где живут исключительно людям скажем в возрасте от 50 лет и старше туда людей моложе 50 лет условно говоря не запускают то есть туда могут принять к нему гости родственники там и так далее без вопросов и всяких разных но вот что касается жизни на постоянной основе то нет это запрещается что еще можно сказать по поводу пенсионеров и по поводу жизни людей преклонного возраста здесь нет такого что пенсионеров обслуживает вне очереди но я вот это мое чистое наблюдение чисто мое наблюдение что допустим когда в очереди стоим для того чтобы ждать автобус то пенсионеры они совершенно спокойно заходит они становятся во главе очереди независимо от того когда они пришли и они в числе первых заходят в автобус всегда ну то что им уступает место я уже сказал ну собственно наверное все еще раз говорю что хочу подчеркнуть что государство до последних дней жизни пенсионеров занимается их досугом занимается их здоровьем старается как-то развлечь старается что-то организовать для того что им было не скучно и не чувствовали свою значимость вовлеченность очень большое количество пенсионеров кстати забыл сказать является бени валя или volunteers то есть люди которые бесплатно вовлечены в социальную деятельность какую-то они ходят помогают общественным организациям собирать деньги на всякие благотворительные цели очень большое количество пенсионеров ходят в языковые всякие разные группы помогают иностранцам и новым иммигрантам практиковаться в языке им очень интересно поболтать за жизнь и они в этом плане конечно клад потому что у них очень много времени и они готовы тебя слушать с тобой разговаривать вот ровно столько сколько хочешь ты потому что им по большому счету спешить некуда последняя тенденция последних лет это то что немало пенсионеров выходят на работу потому что денег которые они откладывали в рабочую в рабочий период своей жизни не хватает и пенсионеры также выходят на работу и работают это вот тенденция последних нескольких лет как говорят здесь в канале ну вот пожалуй все что касается жизни пенсионеров если будут какие то конкретные еще вопросы задавайте то что отвечу всего хорошего до свидания о